здравствуйте это канал максимации и сегодня речь пойдет про телефон samsung c100 да я нашел для вас друзья я старался короче говоря немного истории samsung c100 стал вторым телефоном от samsung который я повидал и поюзал соответственно первым был samsung c200 обзор на который был не так давно сегодня мы будем смотреть на c100 но из сравним от c200 поговорим о преимуществах и недостатках по сравнению с конкурентами этой модели и все такое значит вышел он 2003 году и стал первооткрывателем вот эти вот самые линейки samsung которые всякие там с рингтонами вот этими всеми известными с этим но цветным экраном не знаю как тоже назвать полное название модели sgh c100 такая вот была довольно длительная линейка от самсунга собственно говоря c100 стал первым самсунга до 14 года и в общем-то говоря он завоевал довольно таки большую популярность в основном благодаря невысокой цены те день тех денег которые он стоил он вполне оправдывал в общем мы давайте осмотрим его внешний вид вот такой вот дизайн наверное самые внимательные уже заметили что здесь крышка стоит она же батарея не родная родная крышка к сожалению до наших дней не дожила собственно говоря этот телефон мне подарила двоюродная бабушка когда-то очень очень давно много-много лет назад и я им собственно пользовался я им и в школу с ним ходил и много у меня истории с ним было все такое я помню как-то на солнечном жарком не гулял и у него экран полностью высвел на солнце состояние этого телефона было не очень хороший он хор он отлично работал но у него кнопки просто все стертые были просто просто в целиком стертые они были но остальном состоянии было нормально хорошие и работал он прекрасно значит я его где-то потом потерял фиг знает откуда он делся серьезно может быть дома где-то до сих пор валяется этот мне пришлось купить свой я не нашел значит классический этот моноблок полностью сделан из пластика довольно качественного собран очень хорошо на моем экземпляре ничего не скрипит длина корпуса 114 миллиметров ширина 46 миллиметров и толщина 17 миллиметров как вы можете заметить по сравнению с c200 которая вышла годом позже этот телефон намного больше но при этом тоньше он ощущался те годы просто огромным и при этом нереально тонким хотя современные смартфоны тоньше конечно да выпускался телефон нескольких цветах я помню видел еще в синим каком-то бывали в голубым ну и есть также немало съемных панелей сменных такой вот экранчик и в матрица 128 на 128 пикселей шестьдесят пять тысяч цветов отображает две функциональные клавиши по традиции на вики четырех позиционный в центр он не жмется по сравнению с c200 к примеру или следующей модели x100 но там средняя кнопка была на самом деле то и не нужна потому что она отвечает за выход в интернет они функцию окей здесь выход в интернет совмещен с кнопкой стереть и эта кнопка довольно таки плохая я потом вам все это покажу ну и соответственно циферки клавиши клавиши сброса и не вызова за и телефон поскромнее вот здесь на родной батареи должна быть надпись samsung здесь еще надпись как это samsung здесь какая-то хрень она уже тоже попортилась это клавиши вверх-вниз здесь здесь находится инфракрасный порт собственно говоря инфракрасный борт которые людям известен как элемент телефона через который можно обмениваться контентом но не стоит радоваться в этом телефоне он как бы не совсем то уж и полноценный я бы даже сказал он в этом телефоне абсолютно бесполезен потому что вот это вот блин передача мультимедиа контентом вот как у этих сименсов она здесь отсутствует здесь ик порта служит для передачи контактов из телефонной книги только так что сименсами с универиксами его нет нет не пока нет я пробовал передавать данные через него при попытке соединить и передать с универикса на сюда данные просто выскакивает ошибка и данные не передаются а и а мультимедиа файлы он принимает только с пока если купите для пока инфракрасник короче говоря полнейшая дичь и порт тут вообще на самом деле не нужен можно конечно подключать телефон к пк но это тоже танцы с бувном особенно в 2003 году это все было сложно далеко не у всех был пока дорогое было удовольствие крышечка снимается вот так надо надо вот этот фигнюшку сажать и вот это вот крышечку таким образом снимать вот так здесь находится sim карта 350 миллиампер на а батарея родная но это батарея на 600 миллиампер держит много дольше сделано в евросети ну и давайте включим его уже пора бы я думаю включить есть еще вот такой светодиод разноцветный ну и конечно микрофон микрофон кстати о нем тут проблема есть 1 в общем включается вот так традиционная мелодия от самсунга о блин он блин он садится зарядить забыл на тут батарейка кстати так понятно я забыл его зарядить так что продолжим съемку после того как и заряжу его уже ну и заодно кстати зарядку давайте проверим такая вот они а такая вот красивая анимация мне она всегда нравилась зарядка у телефона выглядит вот так вот такой штекер с двумя кнопками у самсунга он c200 такое же кстати я забыл сказать что здесь заглушка с было здесь заглушкой нет оторвали здесь аккумулятор тоже на 350 миллиампер я ошибся в том обзоре когда говорил что там 800 тоже 350 держит недолго включаем розетку и вот так вот вставляем здесь никаких заглушек нет и вот такая вот прикольная анимация есть во время зарядки вот такое вот яйцо она пытается здесь вылупиться и красный индикатор показывает что телефон заряжается это очень прикольно ну и давайте дождемся пока телефон зарядится и посмотрим как он будет выглядеть уже после полной зарядки чик чик теперь индикатор зеленый означает что телефон зарядился и вот такая вот картинка из цыпленок вылупился он счастлив и давайте включать телефон поставил я второй вариант мелодии включение выключения и пора уже пройтись по функциям нашего телефона значит мы видим оператора прием сигнала заряд аккумулятора 1614 собственно говоря время собственно говоря кстати говоря что касается даты если помните за 200 было не рассчитан на то что 2023 тем году им пользоваться будут максимальный лимит даты тут превышен максимальная здесь можно было поставить 2014 год поэтому сейчас у меня стоит здесь 2006 ну а тут 2023 можно поставить здесь максимальный год 2027 это хорошо я думал этот телефон подложит и ту же самую свинью что и c200 значит и вот такие вот кнопочки набор набирается вот так правда на этом экземпляре цифра 0 циферка 0 не работает точнее на работает но через несколько через несколько раз нажимать ее надо под каким-то специальным углом чтоб она нажала седа о это дико неприятно вот так вот телефон у нас блокируется вот так разблокируется здесь у нас контакты при помощи вот этой клавиши мы попадаем в интернет если мы на нее нажмем и сразу попадем в интернет с нас могут списаться денежки поэтому не нажимаем так значит вот такое вот интересное меню сообщение звонки настройки звука настройки телефона органайзер услуги сети в об игры ми меню sim карты все они вот такой анимации у нас выглядит входящий исходящие написать вот текста здесь не очень-то удобен предпросмотр букв здесь него не отображается ну и долгим нажатием на кнопку цифра не напечатывается надо переключиться решетка это у нас пробел как тут меняется стоит а вот так вот так только цифры печатают с долгим нажатием не а вот как переключается понятно звоночки непринятые входящие исходящие настройки звонка вот это довольно интересный пункт давайте послушаем старый рингтон и так как погромче сделаем под каждый рингтон и вот этот светодиод моргает всеми красками под ритм причем здесь целых тридцать восемь лингтонов все 200 их было 25 полифония здесь такая же 40 тональная и звучит она очень офигенно и и и и и и Да, ребята, кто помнит эти рингтоны, ставьте лайк. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Можно еще вот этой кнопкой переключать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 короче мелодии здесь хоть отбавляй ну и тут несколько встроенных еще есть которые не работают правда и почему они до сих пор здесь там было некогда там было много рабочих удалял почему эти до сих пор здесь я расскажу позже мелодии здесь хоть отбавляй тут у нас громкость тип сигнала только свет ну вот этот мелодия вибрации брат с мелодия звук клавиатуры блин как он достал уже дать его отключим за 200 как видите было больше вариантов там помимо этих было еще голоса ребенка и голоса девушки и женщины звуки сообщений так ну и питание включение выключение классический или веселый вот все вы наверное уже знаете так что у нас дальше настройки телефона инфракрасный порт включается мои настройки это обои что тут у нас есть из обоев можно орла поставить медведя лягушку такую вот тетрадку кораблик такое можно поставить вот это тоже красивая за это одно и вот это вот наиболее удобно на мой взгляд часы календарик можно без фона но также есть картинки которые закачаны были старым владельцем прикольно прикольно параметры меню меня стоит объектив но можно ставить полоски это видим вид главного меню фактическая блокировка приветственное сообщение у меня она не стоит свой номер какой-то язык есть немецкий есть и такие языки короче тут довольно таки довольно таки много языков безопасный зоны пин-коды там всякие настройки дисплея яркость наверное самая лучшая яркость на десятка подсветка служебный свет но это вот этот дополнительные настройки зона свет любой клавиш так что у нас дальше органайзер календарь как я уже говорил здесь максимальный лимит за 2027 год можно удалить напоминание да придется опять вот так выходить напоминание даты время будильник будильники можно настраивать можно звук выбрать но количество рингтонов почему-то тут сокращается в таком случае блин как выйти теперь отсюда органайзер чаще есть так но есть калькулятор калькулятор самый стандартный 5 и вот выбираем умножить на 5 нажимаем вот эту кнопку и получаем 25 услуги сети переадресации запрет всякий выбор сети закрытые группы всякие ну и вот что нам больше интересно это игры от загрузки которые из интернета были взяты ну или либо были переданы сюда через пока как я уже говорил инфракрасный порт здесь бесполезен разве что только под передачи мультимедиа через пока на него картинки вот их можно удалить и вот собственно говоря звуки тут было много звуков я поудалял некоторые но вот эти которые не играют вообще они просто не удаляются в моем c100 который я потерял был один такой звук который не удалялся вот как вот как не делаю не удаляется вот пишет удалено и после этого идет бесконечная загрузка в итоге он не удаляется я пробовал ждать пока кончится загрузка и нифига не спасает она не удаляется никак эти рингтоны так навсегда и останутся в памяти этого телефона может быть их можно удалить только разве что через этот через пк если подключить так в общем у нас две игры в этом разделе улей короче говоря это арканойт только играть мне кажется в него не очень-то комфортно потому что видите тут все идет по кадрам они в плавную это в это играть как-то совершенно некомфортно но не знаю мне что не что-то не очень нравится если честно надо кстати как-нибудь показать я в игру самую мою любимую игру в жанре арканойт как-нибудь опа пролетела прикольно так мячик у нас летит все эти щепки меда выбивает так вторая игра хомячок гау хамстер короче здесь надо короче это что-то типа рисовалки в которой надо ах блин не получилось схватил короче надо ловить призраков вот этих вот летающих вот таким интересным способом вот так вот риса риса рис рисуем картинку и съедаем их таким способом не поймал ни одного к сожалению короче уровень закончится когда мы всех призраков убьем поймаем ну-ка 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 давай 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 чуть-чуть не хватило несколько жизни как видите у нас тут да что ж такое давай 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 лови 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 его рожь блин она только маленьких сок нарисовала чем больше картинка тем сложнее уже ловить их становится так последняя жизнь осталась ну давай 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 их одного поймай отлично и появляется картинка какого-то объекта из города так и далее у нас тут идет следующий уровень с каждым уровнем врагов больше становится так основном ничего но мы проиграли такая грустная анимация уровней тут много но это не все игры в разделе загрузки игры и другое встроены еще две игры буллинг первая игра камп тю ас боулинг давай 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 грузить быстрее блин выявляются керли он там так уставляем ровно посередине и бабах эх страйк не получился а блин не как-то не очень хорошо закинул эх зараза в общем 8 сбили ой да не хочу инструкции так следующий этот бросок много но когда давайте посильнее кинем бабах эх опять страйк не получился ладно давайте туда ну-ка в середину и о хорош это не страйк конечно но хоть сколько-то и вторая игра это пакмен пакмен дайте я хочу показать пакмана хочу показать пакмана м айди пи мэн the bad guys короче надо играть с помощью джойстика на вике и вот так вот съедать все эти хрени непонятные и уворачиваться от этих монстриков вот поймали нас тут типа несколько жизни также ну и как-то вроде свои игры можно загружать но я еще раз говорю мне нет возможности меня нету подходящего пока нет кабеля драйверов на windows 10 если даже мне появится кабель по-любому не найдется и на windows 7 тоже вряд ли на будут драйвера блин ну мы проиграли так что у меня не судьба они файлы сюда закачать не ну а в интернет я не полезу он вроде даже и устарел gprs у нас тут имеется собственно говоря но все это нифига не грузится и денег много сожирает ну короче мой экземпляр болеет немного одним у него у него очень плохо работает микрофон чтобы собеседник меня услышал я должен чуть ли не кричать туда может быть он под засорился 4 или 4 еще я наверно после съемки обзора вскрою телефон проверим может там реально пулька забилось надо посмотреть реально ну и короче вот такой телефончик у нас был давайте его выключим год спустя после выхода этой модели вышла модель c110 которая собственно говоря сменила его на рынок и из основное отличие это отсутствие и порта потому что как я уже говорил от него толку почти нет ну он отличался также дизайном кнопок дизайн был тот же но кнопки вылетают кнопки выглядели по-другому также отличалась внешняя организация меню там некоторые цвета в список встроенных рингтонов там был такой же но он был урезанный там количество рингтонов уменьшили до 25 ну и а и игры те же самые там были абсолютно но там реально отличие были вот анимация включения выключения там были другие там были не вот это вот у нас который звезды падает а шарики как на c200 так что такие вот дела c110 тоже в принципе хорошо продавался но такой таких больших продаж он не набрал как c100 я кстати c110 как-то довелось мне один раз поюзать в одних узбеков он был который помогали дом моему дяде строить он был и c100 у меня как раз таки во владении тогда был я увидел смотрю очень похож реально поюзал поюзал и сразу заметил что там реально отличие во многом во внешне есть по анимациям по рингтоном но пони но игры там действительно были такие же батареи одинаковые абсолютно ну и ну и что такое ну а отсутствие их порта я и не заметил потому что я тогда не знал даже что это такое ну в общем на сегодня закончим с вас льгос подписаться с меня эпичные видосы подписывайтесь на мой стримский канал спидел вконтакте мне еще есть что из телефонов обозревать ну и всем пока и